Друзья мои, мы рады видеть вас в нашей студии. Сегодня у нас встреча с Анатолием Алексеевичем Клёсовым. Анатолий Алексеевич, добрый вечер. Соскучились мы уже, скажем так, вопросов очень много у нас накопилось. Я хочу сразу предупредить слушателей, как мы договорились, то есть мы не ставили изначально какую-то задачу с определенной тему, и Анатолий Алексеевич любезно согласился ответить на те вопросы, которые есть у нас и у слушателей. Мы будем задавать. Анатолий Алексеевич к ним не готовился, мы заранее ему не писали, поэтому у нас такая сегодня свободная беседа. И вот первый вопрос, который вам мы хотим задать, его задаст, наверное, Владимир Алексеевич Прусаков. Он все рвется. Пожалуйста, Владимир Алексеевич. Анатолий Алексеевич, вопрос следующий. Вот история, она смотрит назад на 6 тысяч лет. Дальше она не может заглянуть, потому что нет материальных носителей. Но есть еще такие науки, как ДНК-генеалогия и археология. Вы можете привести какие-нибудь наиболее яркие примеры как можно дальше во времени, когда археология подтверждает выводы ДНК-генеалогии и наоборот? Да, конечно. Ну, во-первых, добрый вечер. Во-вторых, соскучился я взаимно, потому что в России отсюда, как мы смотрим, жизнь кипит. Вообще, особенно по субботам, по воскресеньям жизнь в последнее время стала кипеть. А у нас, как мы отсюда уже смотрим, у нас тишь да глаз, так сказать, такая благодать, если не Божья, то реальные, это там, когда, конечно, мы не в эпицентрах, не в центрах событий. Но, тем не менее, действительно смотрим отсюда, переживаем, что там у вас происходит. Иногда эмоции переполняют, зашкаливают, но что делать? Приходится терпеть. Теперь, что касается заданного вопроса. Ну, во-первых, да, у вас 6 тысяч лет обычно это даже меньше, потому что смотрится обычными, так сказать, такими историческими науками, потому что то, что дальше письменного периода, это обычно гадание почти на кофейной гуще, потому что находятся иногда артефакты, то есть материальные признаки, а дальше начинаются фантазии, как правило, как встроить эти материальные признаки в существующую уже систему познания. Она довольно шаткая, как водится, при уходе глубже двух, трех, четырех тысяч лет, иногда и на пять тысяч лет заглядывают, шесть, конечно, это действительно практически предел. И много очень фантазий. Причем фантазии, они во многом рукотворные, действительно, не просто фантазии, так сказать, а вот в такой статистическом варианте, о чем я думаю, они часто направлены. Причем те самые немецкие, шведские и прочие историки, которые были в XVIII веке в России, первые академики, они, конечно, свои, так сказать, фантазии направляли в нужные им руслы. И, к сожалению, до сих пор вот их придерживаются в огромной степени. Остается, конечно, поражаться, потому что мне вот недавно прислали книгу середины XIX века, и там автор пишет вообще то, что сейчас многие либо догадываются, либо обсуждают об истории русского народа, татара там в монгольском Иге, у Рюрики. Но это то, чего нет в мейнстриме современных исторических наук. Там интерпретации другие, хотя все больше людей понимают, что что-то в этом не так. Поэтому ДНК-генеалогия работает в том направлении, чтобы найти, опять же, основания, факты, не интерпретации одни, а факты для того, чтобы понять, как на самом деле шла история, в каком она отношении развивалась. Вот я, кстати, сейчас заброшу пару каких-то таких вещей до ответа на вопрос. Например, история активно оперирует понятие этногенез славян. Но на самом деле этногенез славян нет и быть не может, потому что славяне – это языковая категория. Славяне – это язык по положениям тех же самых историков-лингвистов. Но какой может быть этногенез у языка, когда южные славяне – это совершенно отдельный род, это отдельные гаплогруппы. Теперь славяне, которые стали славянами, пришли из Урала, у них совершенно другая история. Они вообще вышли откуда-то из района Алтая и через Урал пришли на русскую равнину. Какой этногенез, когда они язык усвоили у тех, кто говорил на индоевропейских языках на русское равнение. Поэтому пока будущие литовцы-латыши добрались до своих нынешних мест, они поменяли язык. И они с уральских языков переключились на языки индоевропейские. Поэтому они влились как бы в состав славян языковые. А история совершенно другая. Балканские славяне, они же южные славяне, а у них совершенно другое происхождение. Их вообще уничтожили, их предков почти под корень в Европе в середине третьего тысячелетия до нашей эры. И на каких языках они говорили неизвестно. И вот они реально вышли из, как говорят, бутылочного горлышка выживания. Вышли всего лишь 2200 лет назад. Это конец прошлой эры. И поэтому по языку они опять же присоседились в самом хорошем смысле этого слова. И у них пошли индоевропейские языки. Поэтому по языкам, какой может быть этногенез, по происхождению, это совершенно разные люди. Это братство в итоге славянское сформировалось. Теперь еще понятия с этим связаны. Это историки постоянно ищут про родину славян. Но то же самое, абсолютно бессмысленное понятие. Мы же про родину, те, кто пришли из Урала, у них где-то в Алтай или южнее. У южных славян это Балканы. У северных славян другие там вещи. У восточных славян русская равнина. И поэтому про родину быть не может по определению. А они все ищут. И что занятное найти-то не могут. И понятно почему. Но другой бы подумал, слушайте, ребята, как-то вот сто лет уже ищем про родину славян найти не можем. Что-то, значит, здесь не так. Ничего подобного. Продолжают упорно искать, выдвигая разные гипотезы, принимая славян за нечто однородное. Ведь про родину должно быть у чего-то, что нечто однородное. И тогда вот откуда они пришли из одного места. Вот там есть про родину. Например, какая-то древняя археологическая культура. Но этого нет. И поэтому, на самом деле, читая все эти вещи, ДНК-генеалогия тут расставила очень четко свои ориентиры. Что можно заниматься про родину, скажем, славян такой-то группы. Вот они действительно, они произошли из какого-то одного места, пришли одним племенем. А вот другой группы, там у них своя про родину. Не может быть вместе. Вот, к слову говоря, поэтому история, это дело одно. А ДНК-генеалогия вовсе не занимаясь тем, что вроде замещением, вытесением истории. Вовсе нет. Она дает дополнительные сведения, чтобы историки подумали и внесли коррективы. Вот мне часто бросают упреки. Правда, на самом деле упреки от абсолютно, так сказать, масс народных представителей до специалистов. Что выживет не историк. Да, ну как вы, зачем вы в историю идете? Я говорю, ребят, ну вы просто не понимаете сути работы науки. Ведь наука работает во большей степени на стыках науки. Вот был такой старинный голландский умелец Антони Левенгук, который занимался увеличительными стеклами. Он сложил там несколько хороших стеклов увеличительных, направил их на каплю воды. И увидел, что там, оказывается, какие-то твари плавают. Какие-то хвостики, жгутики, инфузоры, тюфлики, как потом их назвали. Всякие такие организмы. И он дал это дело биологу. Говорит, ребят, смотрите, что тут я нашел. Не сразу его признали. Но нужно ли его упрекать, что... А да, в итоге вошел в историю, конечно, науки, как титан. Но нужно ли упрекать, что вы знаете, вы не микробиолог, поэтому нечего даже вас рассматривать. Он, конечно, не микробиолог, но он привнес свое. То же самое те, кто разработали радиоуглеродные методы анализа. Они не историки, это химики. Они узнали, как происходит полураспад углерода, соответствующие изотопы, там, С-13. И разработали метод. Говорит им, что, ребят, ну вы же не историки, глупо, потому что их задача не была заменить историков. Их задача была дать историкам новый инструмент. Вот так же работает ДНК-генеалогия. Мне не нужно быть историком. Историк бы не придумал ДНК-генеалогию. Он так и продолжал бы работать в руслоисторических наук. Поэтому здесь, когда я отвечаю на ваш вопрос, ДНК-генеалогия, она работает тремя основными направлениями. Одно направление, оно имеет ценность, но для многих случаев относительную. Она заключается в современных людей, современные народы, современное образование, скопление людей, семьи и так далее. И на этом основании они узнают, что вот их древние предки, общая вот эта группа людей, жили тогда-то. И вот выясняются вещи удивительные. Например, что если взять современных русских этнических, то у них общий предок жил 5000 лет назад. То есть не в середине первого тысячелетия нашей эры, что историки говорят, что славяне образовались в середине первого тысячелетия нашей эры. А про русское вообще речи даже нет. Это вроде только Московия, там в средние века. И вдруг мы узнаем, что русские развивались, так сказать, эволюционировали в смысле ДНК, но развивались в течение 5000 лет непрерывно. Это прямые линии. Взять, скажем, дагестанцев в пользу случаем сегодняшним, это тоже многие тысячелетия назад. Причем пришли из разных мест. Одни пришли из юга, со стороны Месопотамии, другие пришли с севера. И мы уже даже знаем по этим меткам, откуда они пришли с севера. И причем, когда они пришли с севера, со стороны ямной культуры, часть из них стали армянами, часть грузинами, часть дагестанцами. Казалось бы, но вроде разные народы. А вот в родовом отношении они, оказывается, имеют одно происхождение, общее. Поэтому одно направление – это изучение современных народов. И складываются картины, пока такая двумерная, если угодно, не трехмерная. А когда жили все-таки общие предки этих людей? Их по меткам можно сравнивать, откуда они пришли. Но это надо еще доказывать. Это то, что получается, как бы экстраполяции. Второй подход – это изучение древних ДНК. Когда из костных останков в захоронениях или в находках, там пещерах где-то, необязательно упорядоченные захоронения, берутся кости, а в костях сохранились ДНК. А кость, как броня, зачастую предохраняет ДНК от воздействия микроорганизмов, всяких там эффектов разных окружающей среды. Конечно, и там ДНК перемешан с микроорганизмами просто не съели до конца. И поэтому есть специальный научный метод, позволяющий отделять этого ДНК микроорганизмов, а это ДНК человека, который, ну, либо там неандертальца, либо еще кого. Это второй метод. Тогда уже можно знать точно, где эти люди были в таком ДНК, такое-то, какие-то тысячелетия назад. И, наконец, метод третий – это когда сопоставляются разные ДНК. Ну, скажем, взяли ДНК шимпанзе из зоопарка современного, взяли ДНК человека, любого из нас, и мы смотрим, а как они, насколько они близки или далеки друг от друга. Получаются довольно близки 95% сходства у современного человека, не примите за обиду, но вот те, кто сидит передо мной, на 95% ДНК, и я в том числе, это ДНК шимпанзе современного, который в зоопарке. И вот из этого можно посчитать, а сколько ушло времени, чтобы эти 5% заменились мутациями. Скорость этой мутации уже известна, получается примерно 5 миллионов лет. Вот разошлись шимпанзе и человек 5 миллионов лет назад примерно, там плюс-минус, допустим, полмиллиона лет. И это, кстати, как неудивительно совпадает с тем, что антропологи оценивают примерно схождение ДНК человека и шимпанзе примерно 4-5 миллионов лет назад. То есть можно заглядывать даже на миллионы лет назад, и не только на 5, и сравнить макаку, и человек, это еще обиднее, наверное, для многих было бы, оказывается до 92% совпадения ДНК макаки и человека. То есть это, получается, 25 миллионов лет назад разошлись общие предки макаки и человека. Пока это, насколько я знаю, максимум, до чего удалось докопаться. Это общие предки макаки и человека. Так что, получается, какие там 6 тысяч лет назад, можно ли на 25 миллионов лет назад продвинуться? И вот дальше, к вопросу 6 тысяч лет назад, на Иртыше нашли древние кости, так там, устье шимского человека. Это 42 тысячи лет назад. Пожалуйста, вот можно уже знать, что такой-то, с такими-то метами в ДНК, такой-то род, он вот 42 тысячи лет назад. А на Байкале, там километров 30 от Байкала, нашли тоже костные остатки, это селень, селень называется Мальта, но некто Мальта его произносит. И там нашли 24 тысячи лет назад, опять же, древние кости, это гоплогруппа Р. Р, это, кстати, половина этнических русских, имеют Р1А. То есть это вот как раз в третьем поколении, так сказать, в таком гигантском поколении, вот то Р, это вот как раз этнические русские. В том же Дагестане есть такие лаки, они же лакцы, это у них тоже выраженная гоплогруппа Р, Р1Б. Тоже, значит, вот здесь ареал примерно, так сказать, такой генетический тот же. То есть можно таким образом по раскопкам узнавать, когда жили в древности те люди, и сопоставляя их друг с другом, вот эти вот метки, можно реконструировать миграции людей, как они шли. Поэтому, на самом деле, сведения, конечно, гораздо глубже, 6 тысяч лет. И сведения, сейчас уже мне прислали недавно последнюю сводку ископаемых вот таких ДНК, это уже примерно 1300 древних ДНК, были таким образом проанализированы, и известна их родовая структура, уже ясны по этим 1300, какие можно провести здесь связки по всей планете, откуда кто куда шел. Скажем, Африка, ситуация крайне неважная в этом отношении, потому что Африканские самые древние наши, это 8 тысяч лет назад, и то это буквально единичные. А несколько штук наши, 4000 лет назад, 2000 лет назад, 500-600 лет назад. То есть пока никаких прямых доказательств таких вот именно ископаемых, о том, что в Африке жили люди там, не знаю, там, 70-100, там, 200 тысяч лет назад, такого нет. То есть находят вот эти древние кости, их датируют, да, вот, пожалуйста, этот 150 тысяч лет, этот 200 тысяч лет назад. Но при этом мы же, честно говоря, не знаем, а саканилились ли их потомки. Они могли вымереть еще давно, это может быть терминировавшее вообще вид человечества, и все. А они продолжают, что они вот предки современных людей, это фантазия. На самом деле никто этого не знает, что это предки. Во-первых, они могли в Африку прийти со стороны, не факт, что они в Африке там же, многими там сотнями тысяч лет развивались, или там десятками тысяч лет. Поэтому здесь, должен сказать, что люди легковерующие, а таких большинство, естественно, не очень хорошо, если бы все люди были во всем сомневающиеся, тяжело было бы жить. Но они на веру принимают вот эти вот положения историков, антропологов, генетиков. Зачастую это, на самом деле, некие экстраполяции, которые пока не доказаны. Это некие-таки умственные соображения, под которым пока мало что есть. Вот, скажем, классический вариант. Я читаю почти любую работу про происхождение людей якобы из Африки, и там проглашаешься, смотрите, ну в Африке самое большое генетическое разнообразие. Но раз так, то есть известно положение биологии, в котором говорят, к там, где больше генетическое разнообразие, вот там и, так сказать, про Родину. На самом деле биологи, которые так говорят, они не очень знакомы с терминамикой, потому что на самом деле терминамика говорит немножко о другом, что в системе замкнутой, что важно, вот там действительно, там, где эти самые глубокие следы находятся, там действительно с хорошей вероятностью про Родину. Дело в том, что тогда мы должны сказать, что Москва про Родину вообще России, потому что в Москве, понятное дело, самое большое генетическое разнообразие. А уж Нью-Йорк взять, это вообще про Родину человечества. Там самое большое генетическое разнообразие. Но это же, системы-то не замкнутые, приезжают, как мы знаем, и в Москву, и в Нью-Йорк, из самых разных мест, так же и в Африку. Поэтому вот как бы ученые, которые себя позиционируют как вот такие, ну, мы-то люди в белых халатах, мы вообще знаем, что говорим, у нас есть такие вот теории, положения. На самом деле очень часто ошибаются. Но горе тем, кто пытается им возражать, сразу навешивается лженаукой. Либо идет молчание, скажем, я еще, наверное, лет 15 назад писал, что не может быть это вот положение о том, что разнообразие означает про Родину. Но вот 15 лет никто вообще не возник. Я писал и на английском языке в статьях, и на русском языке. Ну, потому что, понимаете, это шаг в сторону побег для тех, кто начнет с этим соглашаться. Потому что сразу ломается система познания в отношении того, что люди вышли из Африки. А это табу. Я все равно что за Трампа у нас, понимаете, слово сказать. Но это же уже страшное дело. Это же мог быть репрессии. Вот так же и там. Поэтому вот такие дела. ДНК-генеалогия позволяет углубиться в много тысячелетий полосты. Мы знаем, когда жили древнейшие люди в Европе. Мы нашли кости, но не мы, в смысле я. 42 тысячи лет назад в Англии и в Испании. Нашли древнейшие, точнее, в Англии и в Италии. То есть это были явно хомо сапиенс. Они по виду были люди совершенно современные. 42 тысячи лет назад. Костенки около Воронежа. То же самое. 38-42 тысячи лет назад по разным оценкам. Жили древние люди. Снегири, опять же, на русское равнение. Нашли в Грузии, в Манисе. Там 12 тысяч лет назад. Нашли кости. Правда, тут же написали, пришел из Африки. Кто сказал, откуда это следует? А это парадигмы. Раз есть древняя, пришел из Африки. То есть просто читаешь, порой смеешься. Потому что настолько люди зашоренные. Либо такие правила игры. Потому что нашли китайцы, что 130 тысяч лет назад в Китае нашли. Тоже хомо сапиенс, правда, только зубы нашли. Но они показывают, что зубы, вот определенные это хомо сапиенс зубы. Про Африку ни слова не было в их статье. В журнале Nature было как бы пересказ их статье. И написано, начиная с того, что вот пришли из Африки. Люди пришли в Китай. Тебе вообще ни слова не сказали. Такие правила игры. Поэтому, с одной стороны, начинаешь бороться с витринными мельницами. Потому что, вроде как, оказываешься в положении, когда, ну как, интуитивно. Там тысячи вообще специалистов. А тут какая-то горсточка людей. Ну, понятно, кто прав, а кто не прав. Даже смешно об этом говорить. Вот такая вот складывается нынче картина. Можно вопрос, да? Можно это проследить, но если не сейчас, то в будущем хотя бы. И как-то дать ответы о нашем вот космическом таком предназначении. Вопрос ваш не дилетантский совсем, потому что до днем ломают голову уже, ну по меньшей мере, сто лет, начиная, ну условно говоря, от Апарина, который говорил о том, академик Апарин, о том, что жизнь, она вот зародилась в земле в концерватах, маленькие такие капельки. И вот, хотя это тоже была умозрительная в большей степени гипотеза, она или теория, которая экспериментально не была подтверждена. Но тем не менее, были концепции о том, что жизнь занесена из космоса. И на самом деле, наше несколько сотен уже химических молекул, которые нашли в космосе. Но это молекулы типа ацетон, формальдегид, вот такие вот маленькие молекулы, которые, ну можно связать с жизнью, потому что, в принципе, какие-то можно провести химические, так сказать, такие параллели, перпендикуляры. Но пока это никто не доказал. Хотя, да, вот химические молекулы в космосе есть. Самые древние водоросли, так сказать, такие вот типа сине-зеленых или такие вот совершенно древнейшие нашли, что это там пару миллиардов лет назад. Откуда они взялись, тоже непонятно. То ли это из космоса, то ли самозарождение. Самозарождение термодинамики противоречит полностью. То есть самозарождение, например, как вот стоит чайник на холодной плите, и вдруг он вскипел. Потому что именно под чайником температура резко поднялась за счет того, что остальная вся плита резко охладилась. То есть баланс-то должен быть тот же. А значит, и вот это, то есть просто так такое быть, в общем-то, не может. Поэтому вот это самозарождение, это какой-то процесс удивительный, который должен быть сопряжен с большим нарушением термодинамических принципов. Что-то должно вскипеть вроде как непонятно откуда. Но в любом случае ДНК-генеалогия пока этому никакого отношения не имеет. Потому что ДНК-генеалогия, она базируется на фрагментах ДНК, в данном случае у человека. Хотя, конечно, есть уже работы и по собакам, и по котам, и по волкам, и по медведям, и по кошелотам. То есть постепенно идет расширение таких подходов. Так что, наверное, со временем можно будет уходить глубже и глубже, понимать, откуда взялись разные виды. Потому что ведь виды тоже известны. Многие люди говорят о том, что теория Дарвина неверна. Она хоть называется происхождение видов, но видов-то особое происхождение непонятно почему. Потому что вид – это же тот, который не может скрещиваться с другими видами. Ну, допустим, какой-то вид образовался внезапно, непонятно откуда. Как это оббираться произошло? Но он же не может скрещиваться с другими видами. Так он должен сам по себе и вымереть. Так что здесь много есть непонятных вещей, которые, конечно, не отменяют теорию Дарвина. Понятно, нет. Просто в немногом неясности, как во всем другом. Что мы знаем механизм возникновения раковых опухолей в деталях. Нет, конечно. Мы знаем, почему у одних людей раковые опухоли выскакивают вроде ни с того ни с того, у других нет. Тоже не знаем. Мы много чего не знаем. Но это означает, что работы, конечно, круг гигантский. И постепенно, постепенно туда наука вгрызается. И ДНК-генеалогия будет постепенно мостик перекидывать. И в то, о чем это вы говорите. Понятно. Владимир Викторович, сейчас еще вопрос был. Я хотел задать вопрос, но частично я на него ответ получил. Но, тем не менее, в другой формулировке. Вот ДНК-генеалогия, она оперирует категориями родов. Мы периодически слышим о прародительнице, прародительнице той самой знаменитой метахондриальной Евы, которая появилась там в Африке, и от нее, соответственно, пошло все человечество. А что по этому поводу, можно сказать, ваше наоборот? Ну, она, может сказать, то же самое, что давайте назовем вещи именами своими. Что на самом деле показано? Что прародительница – это уже интерпретация. Вы понимаете, этого в костях не написано. Нашли древние кости в Африке 2 миллиона, ну, примерно, лет назад датировка. Все. Это все, что известно. То, что это было… Ну, понятно, что то, что назвали Евой, это журналистский прием, это ясно. Но то, что она прародительница, тоже ведь, ну, о чем это говорит? Потому что она, возможно, та самая дама, допустим, что действительно правильно определили, что это была женщина. Хотя 2 миллиона лет назад такие вещи, конечно, тут бывает, что и скелета там 200-300 лет назад полособы не определились. Вот, ну, допустим, там наши женщины. Ну, может, она девственницей была. Откуда вообще мы знаем, что она прародительница? Это же тоже неизвестно. Это просто делается вот тем же самым приемом. Находятся древние кости и придумывается история. Вот я это называю гибридной историей. Я это не раз обсуждал в своих работах, когда есть зацепка определенная, и на ней уже наращивается, значит, вот фантазийное добавление. И вроде предлагается история, которая на самом деле базируется на какой-то одной точке, которую мы нашли. Все остальное – это вот уже накрученные фантазии. И поэтому, если, скажем, там взять Ефремова, там у него то, что звездолет и туманность Андромеды там научно, вообще ничего нет. Но это интересно. В чем суть? Это интересно читать. То есть мы все прекрасно понимаем, читая, что это здорово, там человеческий характер отражены, что то, что звездолет и там Андромеды, туманность – это уже, так сказать, такой общий фон. Но Ефремов не претендовал на научные работы. А тут та же фантастика, только она подается за нечто научное. И вот это тоже известная проблема, потому что считается, что эта вот наука продвинулась. На самом деле продвинулась только в том отношении, что нашли Костя 2 миллиона лет назад датировка. Все, все, на чем она продвинулась. Дальше можно придумать последующие вещи. Поэтому прародительницы там нет. И чтобы она была, вот если бы здесь нашли ДНК, проанализировали бы в этих Костях, что пока это выше пределов возможностей. Потому что самая древняя ДНК, которую проанализировали, это где-то примерно 70-80 тысяч лет назад. Скажем, те же Денисовцы, Денисовский человек, они сами по себе датировка 40 тысяч лет назад. А это просто прикинули, что они должны были образоваться где-то 800 тысяч лет назад. Но это не есть датировка тех Костей. Поэтому если бы когда-нибудь удалось этого Еву проанализировать, и нашли бы ее ДНК, и тогда бы сказали, о, вот она связана напрямую с ныне существующими, живущими людьми. Вот у них те же самые метки в ДНК. Все в этом отношении связь была бы протянута. Сейчас она действительно могла полтора миллиона лет назад исчезнуть и вообще потомство не оставить, и уйти вообще с природы, так сказать, из этого диапазона познания. Вот и так, к сожалению, работает часто наука. Меня вот заболеют истории, когда есть такая река Ворсклая. Есть такая река Ворсклая. И, значит, откуда взялось название реки Ворсклая? А это Петр Первый, он был на берегу и уронил туда монокль и сказал Ворсклая, то есть Ворстеклая. И вот отсюда пошло название реки Ворсклая. И вот таких историй, я понимаю, что это такой анекдот, но тем не менее, это одна из гипотез происхождения названия реки Ворсклая. Но вот так строится огромное количество исторических изысканий. Когда берется что-то, в данном случае название реки, и начинаются на него уже нанизываться такие вещи. Вот мне недавно один написал, что вот есть там слово Ганг, и вот он есть в Сибири в разных местах, это слово Ганг. Это означает, что именно там прошли арии, которые вот пришли потом в Индию и назвали реку Ганг. Да, это может быть, но есть такое биохимическое вещество Ганглиозид, это тоже от Ганга, это тоже, видимо, с ариями как-то связаны. Или вот есть Гангут, это полуостров есть Гангут, это корабль Гангут военный, это тоже, видимо, арийское название. Понимаете, вот такого не бывает в науке, когда одно берется, а другое все отбрасывается. Должна быть общность, доказательства, а не просто основываясь на таких. Но это интересно, и этим занимаются тысячи людей. Это вот такая народная этимология. Когда действительно вот это увлекательно, можно придумывать и истории на этом основании делать. Вот поэтому наука так на самом деле не работает. Я понимаю, что я сейчас, видимо, разочаровываю много зрителей, но я должен все-таки отделять байки от науки, чтобы в науке свои принципы и правила. У байок их нет. Поэтому нельзя, говоря о байках, считать, что это вот идет развитие науки. Так, пожалуйста. Антон Алексеевич, я в курсе. Да, у нас время заканчивается, я в курсе. У меня один вопрос есть, который меня давно волнует. У меня еще есть. Да. Южно-американские цивилизации. Тальтеки, альмеки, ацтеки, инки. Про них на самом деле очень мало что известно, но очень много мифов было вокруг этой системы. А так всегда. Есть ли какая-то, скажем так, отрасль в вашем знании, которая более-менее писателям могла бы дать представление о том, а что же там происходило? Откуда они пришли? Куда они вообще исчезли? Конечно. Они исчезли вообще или они остались? Конечно. Вопрос, на самом деле, он глубокий, но он легкий для ответа. Дело в том, что все эти южно-американские, индейские, так сказать, народы, они довольно однородны в отношении их происхождения. Потому что, если, допустим, североамериканские индейцы, их вообще изрядно попортили в постколумовое время, и они, как известно у них, даже как у северных народов вообще, у них было правило, когда пришел гость, жену положить с ним на ночь. Потому что они понимали, что приток свежей крови – это большое дело, когда вот такие замкнутые поселения. И поэтому реально американских индейцев чистых очень мало осталось в Северной Америке. Там оценки разные, там процентов 30, хорошо, если осталось, среди индейцев американских. А у них, когда делают анализ, у них европейский ДНК получается. Те же самые Р1Б очень много от англосаксов, которые пришли и так далее. Так вот, в Южной Америке картина была другая. Если англосаксы, они все, что движется, пытались оприходовать, а испанцы в Южной Америке были, ну, как бы, так сказать, брезгливы. Они не хотели дотрагиваться до местного населения вот в этом отношении. И поэтому южноамериканские индейцы остались весьма однородные в отношении их происхождения. И это сибиряки. На самом деле южноамериканские индейцы – это прямое продолжение ДНК линии сибиряков. Когда сибиряки гоплогруппы Ку, а есть такая, в отличие от кинофильма Кинзаза, у них настоящая гоплогруппа Ку. И они где-то по оценкам 30-35-25 тысяч лет назад, датировка пока неизвестна, они перешли из Сибири через Берингию, пришли в Америку. Тогда не было Берингового пролива, тогда было суши. И вот они по этой суше перешли туда, в Америку. И в итоге расселились от Северной Америки до там мыса Горной, до самого края Южной Америки. Вот это и в итоге стали американские индейцы. И когда стали брать потомков вот этих вот Майи и прочих, а их, в общем, они есть, они выжили, то это та же гоплогруппа Ку. Причем не просто гоплогруппа Ку, это род Ку. Там еще я как-то рассказывал, что все эти метки, они выстроятся по двум категориям. Это как бы номер паспорта и обложка паспорта. Вот Ку – это обложка паспорта. Это те самые Ку. А вот номер паспорта у них постепенно меняется, он довольно медленно меняется. Поэтому тоже сибирские номера и паспортов. Поэтому с ними, в общем, достаточно ясны в этом отношении, концептуальном отношении. А детали можно, конечно, изучать. Но получается то, что пришли туда сибиряки и за тысячелетия построили свою уникальную цивилизацию. Вот эти уникальные террасные здания высокие, их культурные всякие особенности, обряды, жречество соответствующее – это, конечно, уже появлялось там на месте. Поэтому вот эти, как вы говорите, много мифов, вплоть до того, что это потомки инопланетян, которые… Но тогда нужно признать, что инопланетян была Ку, тоже гопологруппа. И вот, видимо, сибиряки улетели в свое время туда и вот потом вернулись обратно. Так что здесь, в целом, картина достаточно ясна. Ой, очень интересно. Тут, я думаю, что есть смысл подумать не только, так сказать, о возврате Аляски. И там, посмотрите, уже на Америке, может, что-нибудь наше есть? Вопрос… В Сибирске – да, да. В Сибирске – да. Тут, может быть, декларация народа в Сибири с этим политическими последствиями. То есть взять в клещи, получается, Америку. В Аляске на севере до Южной Америки. Да провести там референдум, как в Крыму, и глядишь, там состав Российской Федерации и войду. У меня вопрос последний, у нас по времени мы уже заканчиваем эфир. Что вы можете сказать о волновой генетике Горяева? Ну, понимаете, вот ясно, по-моему, вздох уже ясно, что отвечать-то не очень хочется на этот вопрос. Может, тогда и не надо? Нет, нет, почему же? Я скажу только некоторые косвенные вещи. Во-первых, мы многого не знаем. И поэтому я вполне допускаю, что есть определенные особенности организма, и к которым есть много сведений косвенных, что какие-то есть, я не знаю, передачи, там, волновые, там, либо еще какие. Может быть. Но в науке есть определенные правила, что то, о чем идет речь, должно быть первое, воспроизводимое от опыта к опыту, причем разными людьми. Второе, что должна быть связь, вот того, что новое, со старым, не бывает так, что вот нечто вот есть такое открыли, что ни с чем вообще не связанное, но такого не бывает. Я пример приведу. Взять первое равнение Эйнштейна, теории относительности. При уменьшении скорости частицы, они постепенно превращаются в уравнение обычной механики. Из кванта в обычную, то есть между ними есть связь, и эта связь физически легко показывается. То есть теория относительности не стоит где-то в воздухе висит, она связана с классической механикой. Если вы, допустим, нашли какой-то необитаемый остров там в океане, у него обязана быть географическая связь, уже известная. То есть вы даете его координаты, туда можно прилететь там на чем-то или доплыть, свериться, да, вот действительно существует остров, и он там есть, у него есть связь. Вот у волновой генетики Горяева реальной связи с наукой пока нет, я говорю пока умышленной, потому что разные опыты имеют место, которые я, вы знаете, честно говоря, я хотел об этом сам для себя определиться. Я много раз смотрел его видеоролики, но я, честно говоря, я дальше нескольких минут продвинуться не мог, потому что я начинал спотыкаться, потому что уже пошла, значит, какие-то обороты, какие-то примеры, которые не укладываются вот в эту концепцию, о которой я говорю. Какие-то идут, но я бы назвал их фантазиями, поэтому я не... Дальше, есть простой пример, ну, допустим, это я такой вообще неумный, я не могу это схватить, и поэтому, ну, что я могу сделать? Но есть другой принцип. Если кто-то схватил и это описал, и делал ссылку в научной литературе, то есть я говорю о цитированности, цитируемости научных работ, то есть должны кто-то на это ссылаться. Я открываю индекс цитируемости международный, это есть Google Scholar, и я нахожу, ну, то есть это ниже планки. То есть это единичные цитирования, которые, ну, кто-то, причем это на русском языке, это кто-то вот написал, видимо, какую-нибудь популярную статью, и Гаррия упомянул, тоже туда идет. То есть этой цитируемости тоже нет. А что такое цитируемость? Это вклад в информационные научные потоки. Ничего северно-визейственного нет. Цитируемость не показывает, он гений там или не гений, как она говорит, ну как, вот бывают такие, он там, а потом стал гением. Не связано. Она показывает, есть ли вклад сейчас или раньше в информационные научные потоки. Получается, вклада Гаррияева в информационном потоке нет. Это не означает, что в будущем что-то может быть обнаружено, открытое, дополненное. Наука развивается, поэтому нет, и не может быть никогда, естественно, такое сказать не могу. Но пока сейчас этого нет. Более того, я говорил с физиками, я понимаю, это слабый аргумент, причем я говорил с физиками толковыми. Они обычно отмахиваются, говорят, да ну, даже нечего об этом говорить. Понимаете? Поэтому пока у меня вот на сегодняшний день ответ неутешительный. И поэтому все эти там байки, что вот он открыл, и его убили. Да, ну это, понимаете, несерьезно. Это же как было все время про так называемый академик Левашов. Кстати, Горяев, конечно, не академик, хотя его называют академиком Горяевым, как и академик Левашов. Академик во всем мире это четкое понятие. Это член, значит, национальной академии наук. Все. Вот, скажем, я имею честь быть членом Грузинской национальной академии наук. Там прямо на обложке этой академии, на сайте написано, членом академии наук может быть только член, значит, государственной национальной академии наук. Все. Поэтому все эти академии, академия механизации, академия, там, я не знаю, героризации, там, неважно. Академия, допустим, старших лейтенантов в армии. Понимаете, можно придумать любые. Скажем, наша академия ДНК генеалогии, она не является, то есть член не является академиками. И поэтому, допустим, в уставе нашей академии написано, это один из первых пунктов, члены академии ДНК генеалогии не имеют права именовать себя академиками. То же самое не академия в этом смысле, не академики, это члены, как это называется, российской академии естественных наук. Да, это не есть национальная академия. Это есть, если посмотреть в любой энциклопедии, то есть общественная организация, которая не может быть, поэтому члены называют себя академиками. Ну, вообще говоря, это некорректно. Это примерно как, понимаете, пойти в военторг, купить себе штаны с лампасами и говорить о том, что ты генерал. Ведь это несерьезно. И поэтому я тоже понимаю, что я сейчас, видимо, врагов не желаю в этой академии. Но, ребят, напишите, что вы член российской академии естественных наук. Нет проблем. Таких много. Скажем, в США есть сколько-то таких академий, где взносы, 120 долларов вступаешь. Называется Нью-Йоркская академия наук и искусств. И, значит, и ты член Нью-Йоркской академии. В уставе написано, член Нью-Йоркской академии, можно сказать, любой специалист или студент, который интересуется вопросами наук и платит членские взносы для поддержания мероприятий этой академики. Академия. Но никто, я не видел, чтобы кто-то называл себя академишен в английском языке. Значит, вот Академия Нью-Йоркской академии естественных наук. Ну, 120 долларов, все дела, нет проблем. Поэтому здесь с Гареевым и Левашовым такие же истории. Он там член Академии информатики. Но это то же самое. Это вот такие наколенки академики, которые, может быть, там могут быть уважаемые люди, нет проблем. Но это они не академики. Понятно. Александр Карумович, собираем 120 долларов и тебя делаем академиком в Нью-Йоркской академике. Не хочу, не, 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 нет. Да, да, благодаря Анатолию Алексеевичу от лица школы. Анатолий Алексеевич, спасибо вам огромное. Мало, конечно, хочется еще вопросы задать. Но если вы не возражаете, мы, может быть, через какое-то время свяжемся с вами опять и продолжим задавать наши вопросы. Я тоже скучаю за вами, поэтому, естественно, да. Спасибо большое. Нет? Спасибо. Тогда мы с вами договоримся о ближайшей нашей встрече на сегодня. Спасибо большое вам огромное. Спасибо вам. Здоровья, удачи, хорошей погоды. Как говорится, у нас хорошие рыбалки. Вот вы сегодня рассказали, я говорю, аж загорелся. Вот. И все самое лучшее. До скорой встречи, надеюсь. Сделаем выездную сессию. Сделаем выездную сессию школы здравого смысла. Удочки найдем. Это супер. Спасибо. Спасибо.